Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex & Play, мы продолжаем играть в мод ТВР, в Саузен Квик Рейх, за Российскую Империю, за Владимира Первого все как обычно. И в прошлой серии мы победили Пермское Советское Правительство и восстановили Российскую Империю, восстановили монархию. Ну и в этой серии мы уже будем готовиться непосредственно к войне с Германией, потому что нам предстоит тут забирать свои территории. Эх, единственное, что флаг не изменился, это немножко неприятно, но да ладно. Ну и конечно же, скорее всего, мы пойдем на вот эти вот территории в Центральной Азии. Так, Иргызстан, тут все-таки такие национал-консерватисты есть, реакционные националисты, прагматичный социализм. В целом, с этими можно разобраться. Ну, также с Монголией, я думаю, тоже можем разобраться в этой серии. Ну и подготовиться к войне в Германии, с Германией, я думаю, тоже получится. По крайней мере, надо сделать еще одну пехотную армию, которую мы сделаем. И, в принципе, еще пехотку, и еще одну пехотную армию. В общем, две пехотные армии у нас будут. Я не знаю, на танке, наверное, мы не успеем. К сожалению, но посмотрим. Ладно, давайте начинать. Наши американские коллеги, после нашей славной победы над Советским Союзом, наша легитимность как единственного государственного органа России укрепилась. С этим обретенным престижем наша дружба с американцами процветает, как никогда прежде. Не ожидая упускать новые широкие возможности России, американские сети быстро во питание объявили о своем намерении открыть фаншизы в Перми и Новосибирске в Владивостоке. Хотя многие рады этому шагу, доминирующая российская сеть быстрого питания Михайла, по слухам, нервничает из-за такой новой конкуренции со стороны амбициозных Янки, которая может быстро превратиться в корпоративное соперничество. Не похожее ни на какое другое. Возможно, небольшая конкуренция не помешала бы. Окей, ну и берем скандинавскую торговлю. Попробуем договориться с Финляндией хотя бы, со Швецией я не уверен, но попробуем. Эх, они отказываются от нашей защиты. Ну и ладно, хрен с ними тогда. Что ж поделать. Ну давайте тогда антикоммунистическое первоспитание возьмем. Теперь, когда наша земля снова в рунаших руках, мы должны избавиться от всех гнилых осколков большевизма, которые упали на землю до и во время нашей борьбы на свободу. Эти пятна на нашей славной республике должны быть стерты. Экономическая шоковая терапия. После многих лет неэффективных коммунистической планов экономики, будем строить планы по стимулированию экономики. Есть ли лучший способ снять травму с какого-то или чего-то, чем шоковая терапия? Также Геринг объявляет о восточных амбициях своих. Ну он, короче, на нас, наверное, попудет скоро. Захочет пойти на нас, но в целом мы, я думаю, подготовимся к этому событию. Ничего страшного не произойдет. Осталось нам немножко тут еще армию одну сделать, и все будет уже более-менее хорошо. Уничтожение советской бюрократии. Пришло время окончательно упразднить неэффективную, злоупотребляемую и просчитанную систему большевистской бюрократии. Их система была создана для того, чтобы служить партии, а не народу. Ну, в общем, опять тут про эти фастфуде, франшизах. В трубке, которые некто считают первоверхностным корпоративным спонсорством, царь Владимир Первый посетил закусочную Михайлов в Перми под шумок СМИ. Поскольку фотографии самого влияющего человека в России поглощаются гамбургеры, быстро распространяясь в российской прессе. Кажется, что гонка за завоевание сердец и аппетитов у россиян только началась. Понятно, конкуренция будет отечественного фастфуда и американского. Ага, Германия пошла на Румынию. Ну хорошо. Запрет серпай молота. Наш правительство наконец приступает к запрету злобных и навистных символов большого элитарного режима. Больше у нас народ не будет свидетельствовать об этих отвратительных символах. Но про выбор мэрии Екатеринбурга в 61-м году мы читали с вами, когда это было. Играли за социал-демократов, за эсеров. Ну и естественно это Ельца. На свалку истории. Деспотичных большаков больше нет. Теперь, став всего лишь пережитком ужасного прошлого, наш народ наконец-то может начать новую жизнь под знаменем Российской Республики. Свободный и неделимый. Пересечение линии АА. Пришло время вернуть то, что было отнято у нас давным-давно. Мы должны освободить наши земли на западе. Ну а чтобы войну начать с Германии, то нам надо бы восстановиться. Избавиться от дебафов полностью. От интеграции Красной Армии 2 марта 62-го года. Ну в принципе это уже скоро произойдет. И когда шоковой терапии. А, ну и от шоковой терапии тоже бы хотелось избавиться. То есть мы в 63-м нападем. Я думаю, да, в летом 63-го года можно напасть будет на Германию. Ну если конечно Германия нас не опередит. Но пока мы можем сходить на Кыргызстан допустим. Почему бы и нет. Давай сходим на него. Ну вот захватим все-таки Центральную Азию. Но это намного, это очень легкая война будет. Безусловно. У них дивизий нет. Вот в чем дело. Поэтому так и легко у нас все это получилось. А, все-таки марионеткой. Марионеткой. Ну ладно. Хотя в принципе эти территории не такие уж вкусные. Ну да, тут ресурсов особо нет. Поэтому ладно. В принципе можно как марионетку сделать. Пофигу. Будет немножко у нас современной Российской империи. Немножко другое тут будет. У нас значит. Давайте демократический Туркестан тогда захватим. В общем напишите в комментариях присоединять эти территории или нет. И оставить марионеткой. Все-таки. Пишите пожалуйста ваше мнение в комментариях. По поводу этого вопроса. Ну и понеслась. Компания наша. Так. В общем довольно таки просто тут. Уже проходим. Наши войска сильные. Вот уже котел сделали. Тем временем. Давай Самаркант. Ну тут хотя бы у них войска есть. Вот это уже поинтереснее как бы. Но войска у них слабые. Поэтому мы очень легко тут проходим. Вообще без проблем. Как вы видите. Еще без проблем. Так. Так. А тут мы идем в Ашхабад. Все. Ашхабад наш. Мы 6000 потеряли. Они. 112 тысяч. Ну 83% капитуляции. Они готовы. Ну тут осталось просто позахватывать некоторые города. Мары взять например. Ну вот они капитулируют. В общем они где-то 200 тысяч потеряли. Мы наверное где-то 7. В итоге. Так. Тебя можно вернуть обратно. Обратно вот сюда. Только надо переделать тебе цвет. Зеленый вот такой вот будет. А ты разберись тут с таджиками. Ну в общем Узбекистан тут тоже мы сделали в качестве марионетки. Республику Туркменистан тоже в качестве марионетки. Вот так вот получается. В общем напишите в комментариях присоединять ли Центральную Азию в Российскую империю. Создавать именно исконную такую Российскую империю, которая была. Или все-таки на Центральную Азию в качестве марионетки в Российской империи. Понятно что Финляндию все-таки я заберу. Вот эту Прибалтику. Вот эту территорию конечно. Хотя скорее всего везде будет выделение. Ну ладно. Пофиг. Ну вот это вообще легчайшая. Победа. В общем создаем мы такую вертолетную дивизию. Ну на самом деле она такая мотопехота на самом деле. Просто тут поддержка в качестве вертолетов. Вот. Поэтому вот так вот. Будет такая. Решил сделать 24 дивизии таких. И думаю хватит вот этих всех. Пускай будет вот так. И вообще какие территории вообще забирать? Ну понятно что Грузию. Вот это все Армения. Мы будем включать наверное свой состав. Вот эти территории тоже будем включать состав. Польшу наверное включим. Ну да. Давайте все это включим состав. Ну вот Центральную Азию либо сделаем исключение. Либо тоже присоединим потом. В конце прохождения. Также наверное на Монголию надо повлиять. Сходить на Японию придется. Потому что на Курильские острова у нас есть претензии. Ну и с Китаем в принципе можно тоже повоевать будет. Не знаю. Как хотите ребят. Просто мне хочется узнать ваше мнение. Что вы ждете от этого прохождения. Что вы хотите по территориям забирать. Пишите в комментариях пожалуйста. А Германия лох к походу. Она Румынию не может захватить. Она Румынию не может захватить даже. Так все мы избавились от дебафов. От шоковой терапии. Это прекрасно. Это вот реально здорово. Ааа. Ну мы вот здесь получим национальные территории. Возможно наши будут территории некоторые даже национальные. Потом мы тогда посмотрим короче. Какие территории у нас будут национальные. Если что исправим. Ну все. Мы так-то все фокусы прокачали с вами. Дорогие друзья. Больше нам нечего брать. Взять безопасность Прибалтики. И закрепление нашего наследия. Мы сможем только когда. Победим немцев. Ну и вот этот нижний фокус тоже. Сможем взять. Потом только. Короче сейчас тогда надо будет готовиться. Сколько там по времени у нас? 11 минут. Ну да. Еще слишком маленькая серия получается. Ну придется готовиться. Просто готовимся к войне. Собственно говоря. Как раз я сделал еще 24 дивизии. Чтоб у нас была группа армий из 5 армий. Наконец-то он победил Румынию немец. Он 2 часа это делал. Столько лет он это делал. Вообще капец. Ну год. Целый год он не мог победить. Ага. Ну вот. Он начал сосредотачивать войска на нашей границе. Скорее всего он готовится к войне с нами. Большая такая вероятность есть. Но в целом-то мы готовы. У них даже снабжение здесь. У них тут проблемы со снабжением. У нас нет проблем со снабжением. Они тут истощаются. То есть. Они слабее во много раз получается нас. Ну удачи немец. Нападай. Нападай на нас. Ты не сможешь победить нас я думаю. Он просто сольется. У него из-за истощения он просто сольет войска. Они не будут так. У них будет плохая организация. Реально. Он сосредотачивает войска на нашей границе. Все больше и больше дивизий старается подвести. Но окей. Окей. В принципе наши авиабазы готовы. Авиацию можем подводить потихоньку. Ладно. Не будем мы ждать немцев. Что-то как-то. Нет. У меня желания это ждать. Мы просто сейчас на них нападем. Давайте это сделаем. Надо. Давайте восстановить порядок в русском сряде. В Москве и в Кавказе. Через 15 дней мы нападем на немцев. Я думаю мы готовы. Наши войска готовы. Да. Самолетов не так много. Но у нас дивизии покачественные. Я думаю немцев. И не истощаются. У них истощаются. Ну и мы я думаю их очень легко принесем. Вот. Поэтому вот так вот сделаем. Можно будет нападать. Иберацию я расставил. Поэтому мы это сделаем. Ну и конечно войну. Это я все-таки ускорю. Ну в общем 28 августа 1963 года. Начинается война с третьим. С Германией. С Германией. Начинается война с Германией. Появляем войну тут еще раз с консариатом. Всем которые по какой-то причине не вступили. Мы им всем объявим войну. Ладно все остальные подтянутся. На родинштадт Бургундию нападаем конечно же. Все это мы будем делать. Но остальные там подтянутся. Вот. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Я ускоряю эту войну. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Презренье черни не убьет. Нас, корни отцы, Презренье черни не убьет. Вперед на бой, Вперед на бой, на бой, Кровавый бой. Ну, в целом, вот мы практически победили, Очень хорошо их покатлили. Уже один миль, почти 2 миллиона они потеряли. Плюс я еще сделал, что типа Торонтовское соглашение напало, ПРП отыграл. Мы 512 тысяч потеряли, Но у нас так, у нас все равно вклад больше, чем у Торонтовского соглашения. В общем, немцы почти 2 миллиона. Вот мы им почти 2 миллиона и убили. В общем, они очень слабые, не способные воевать. Немцы, вообще не те немцы, которые были раньше. Поэтому они слабые, ничего не могут. Ну, а почему я прерывал таймлапс? Потому что вот открылся фокус возрождения Великой Империи. Из-за того, на тяжелые времена Россия Матушка вновь убрала свою уникальную историческую целостность. Великую вещь, постиг же ее границы, народ удержал. Теперь обращено вспять. Единственная нерушимость ее территории, народы и монархии вновь укрепляется. Великий порядок величия России возвращается, нанеся с собой перспективы, ну, возможно, до стороны ее граждан. Возьмем, чтобы потом все это убрать скорее претензии, чтобы понимать, какие территории нам надо забирать, какие не надо. Ну, в общем, тут наступление идет очень быстро. Все, взяли мы возрождение Российской Империи, все нормально. То есть, вот это все наше национальное, да. Да, получается, тогда мы вот это съедаем. Раз все это национальное, тогда мы вот это все съедаем. Весь все национальное. Это типа нет, ну, ладно, похер. Будет в составе. А на Китай, кстати, нет претензий. У нас, не знаю, с Китаем смысл воевать с Китаем. Только из-за того, что он стал фашистским, типа. Но можно его, можно там опять вернуть через четыре консерватора. В принципе, не нужно. У нас с ним, хотя нет, херово отношение. Что у нас по поводу Грузии? Ну да, Грузию, Армению потом заберем. Понятное дело. Эх, а на Финляндию нет претензий, кстати. Ну ладно, мы ее все равно захватим. А на Польше нет претензий, странно, ну ладно. Погнали дальше. Все, Рыск Мансариат и все уничтожены немецкие. Вообще великолепно. Теперь надо брать Берлина, точнее Германию. Они пременавривали столицу. Естественно, кто дойдет до Берлина первым. Мы или все-таки союзники. Ну, наверное, должны мы. Так. Кстати, можно вообще гигантский котел сделать, но я уже не хочу. У него же лень. Ну, скорее всего, мы возьмем Берлин. Потому что мы быстрее движемся тут. Ну, кстати, союзники ядерной бомбы на Германию скидывали. Что капец. Ну все, они просто сыпятся, они не способны. Сопротивляться абсолютно. Давай Германию быстро захватываем. Тут даже не немцы ее обороняют, а датское государство. Вот так вот. Немцы себя дискредитировали. 83% капитуляции готовы они. В принципе. Ну, тут осталось, в принципе, Братиславу, Вену взять. В принципе, они должны капитулировать. Ротенштадт, Бургундия капнул. 97%. Ну, тут с Гамбурга сгонять, в принципе. Взять крупный город. И все, и капитуляция обеспечена, я думаю. Все, капитулирует немец. Прекрасно. Великолепно. Так, ну в общем-то мы забрали довольно реально неплохо. Тут даже Австрию себе я забрал. Естественно, Балканы под свой контроль. Это безусловно надо было сделать. Ну, в общем, всех славян. Чехословакию, Словакию. Ну, даже некоторые побольше территории Германии забрал. Восточной Германии. Вот. Соединенные Штаты забрали тут. Хординштадт, Бургундию. И Германию. И Соединенные Королевства забралась и Швейцарию. И Данию. Королевства Нидерланды просто освободили. Марионетка британцев сейчас. Она является. В общем, такие границы неплохие получились у нас. Что по фокусам можем взять? По фокусам. Ну, тут непонятно никакие. Давайте закрепление. Ну, безопасность Прибалтики возьмем. Следующий шаг в союз с нашими бывшими территориями на Балтийском море. Хотя их враждебность по отношению к русскому порядку прошлого вполне понятна. Искусство дипломатии диктует, что даже самые старые бывшие враги могут объединиться против общего врага. Давай попробуем. Тут что нам надо? Не хватает. Ой, а нам много чего не хватает. Так-то. Вообще-то. Если говорить честно. Так. Так. Таким вот образом, значит, все делаем. Так, ну, тут мы много забрали. Вот так вот сделаем. Подпишем пакты. Здесь что мы можем взять? В принципе, вот это все преследовать. Почему бы и нет. Так. Ну, пока тут верфи я поставлю на конвой. Производство конвоев. Так. Вольфрам нам не нужен в таком количестве. И так же мы закупим. Вот резина нам нужна. Ну, и давайте переселением немцев. Тут займемся. Восстановлением. Невского града. То есть. Петрограда. Москвы. Санкт-Петербурга. Севастополя. А, Новгород. Наверное, не Невоград. Невский град. Вот. Так же что? Угу. Требовать Карелия от Финляндии понятно. Давайте реинтеграция. Москвы, Кавказа, Осланда и Украина. Вот это прожмем. Ну, месторождение тоже можно взять. Экономическая политика. Восстановить Петроград, Москву, Киев, Царицын. Ну, и промышленную интеграцию тоже сделать можно. Вот работа в Финляндии открыли чуть позже. Возьмем. Новая столица у нас будет Петроград. Наконец-то исторический столица России снова в нашей собственности. По мере того, как мы укрепляем наше правление нового Соединенной России, у нас есть возможность соответствующим образом изменить нашу столицу. Вопрос о том, откуда должна управляться наша новая Россия. Петроград. Конечно, Петроград. Безусловно. Так. Ну, решаем судьбу тут Румынии. Естественно, мы делаем первый вариант, убираем. Королевство Румынии. Такая вот марионетка. Только вот это почему-то не под моим контролем. Ну, ладно. Давайте это исправим все-таки. Мы победители, поэтому можем диктовать условия, как хотим. Поэтому это все наши будут. Все. Вот так вот меня устраивает Румыния. Такие границы мне нравятся. Так. Зуба Болгарии. Конечно, мы ее сделаем марионеткой. Нашей вот такой вот. Венгрию мы тоже сделаем марионеткой. А королевство Хитсербио откуда тут взялось? Не понял. Так. Так вот делаем. Такая вот Венгрия. Чехословакия. Естественно, Чешская. Ну, почему-то Чешская республика получается. Ну, ладно. Будем думать, что это Чехословакия все-таки. Македонию. Ладно, пока. А, Македонию мы отдали просто. Черногорию. Хорошо. А, тоже нельзя. Югославию. Ну, давайте ее создадим. Королевство Сербия. Словении и Югославии предадим. Польшу. Ну, даже не знаю. Включайте ее в состав. Польша и поляки просто были очень много недовольны раньше. Давайте освободим качество сателлита. Все-таки вот такую Польшу. Ладно, давайте все-таки Польшу создадим, потому что поляки действительно были недовольны многому в Российской империи. Поэтому вот так мы не будем включать. Просто будут качества марионетки наши. Так, ну вот это точно. А, тоже качество марионетки? Не, ну вот это нет. Нет, вот это извините. Вот это будет под нашим контролем все же. Уж простите. Это под нашим контролем будет. Так, это можем Чешской республике вот так вот отдать. Будет красиво выглядеть. Вот это все мы тоже королевству Сербии передадим. Почему бы и нет. Пускай сами решают свою судьбу. Еще бы Австрию дали нам возможность освободить. Было бы вообще славно. Ну, давай, все, отметим все провинции и дадим им национальность. Нет, Прибалтика будет за нами. Вот таким образом. Но, если уж прям захотите, в комментариях можем Польшу тоже включить состав. Если хотите, прям так. Блин, одна дивизия сдохла. Ладно, надо восстановить. Значит, на Грузию отправим войска. Потом отправим войска на Армению. Давай. Теперь отправим еще войска вот сюда. Хотя нет, лучше сюда. Лучше. Такие матризованные, чтобы побыстрее наступать было бы... Было бы... Так, прорыв тебе дадим. Тебя можем, эксперт, по пехоте прокачать. Во-первых, и прорыв дать. В общем, ты... Сюда тоже можно на Петроград, в принципе, пойти. Но наступать будешь вот таким вот образом. Ты вот так вот будешь наступать. Всякий случай, вот так вот распределим войска. Ну и посмотрим, что еще будет. Ладно, Австрию решу немцам все-таки отдать. Короче, вот так пока получается. И... Следующая серия тогда мы с Финляндией повоюем. С Грузией и Арменией. Ну и с Монголией. Тоже на Монголию можно сходить. Просто сделать ее марионеткой. Ну и на Японию тоже сходить в целом можно. Больше я никуда двигаться не буду. На Турцию нападать нет смысла. Ну, можно, конечно, забрать вот эти территории. Но мы и так можем плавать в целом. Меня не так это интересует. С итальянцами ради Греции я воевать тоже не хочу. Если честно, мне это не интересно. А где Московский пакт-то, кстати? Не понял. Вот и сказали, Московский пакт будет. Но что-то его походу нет. А, Московский пакт дует в другом фокусе. В общем, в следующей серии тогда мы повоюем с Финляндией. С Грузией. С Арменией. Вот. И так далее. А это, кстати, все Франция. Дали, нифига себе. Французское государство фашистское. Ну, ладно. По идее, они должны Германию сделать потом. Своим вассалом. Вроде как. В общем, все это в следующей серии. Так получилось такое большая и интересная глобальная серия. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока.